Добрый день, уважаемые телезрители Живого Телевидения! Добрый день, мы с вами вновь встречаемся в программе Booking. Сегодня у нас встреча с поэтом из Киева Натальей Бельченко. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Рад вас видеть в Москве. Я тоже очень рада. Мы до этого с вами как будто бы встречались в Киеве. Там у вас проходит просто невообразимое количество фестивалей всевозможных, ежегодных, на которые съезжается просто невообразимое количество поэтов со всей Украины, и все они сочиняют по-русски. Скажите, вот вы тоже свои стихи не только сочиняете, но даже публикуете. Вот ваша последняя книга, насколько я понимаю, опубликованная в Москве, в издательстве «Артхаус», но она сочинена на великом и могучем русском языке. Вы специально избегаете украинского или просто не знаете его? Нет, я знаю украинский, но, к сожалению, мой словарный запас меньше, чем на русском. Я с детства училась в русской школе, моя мама русская, поэтому, видимо, так сложилось. Я переводила свои стихи на украинский, но до сих пор пока что их не опубликовала. А переводы есть, да? Есть, да. Ну и как вам кажется в переводе? А кто переводила? Вы сами? Сама, да. Ну и как вам перевод по сравнению с русским оригиналом? Ну это скорее получился соперепев, чем перевод, потому что я сделала другой текст отчасти. А, ну да, когда сам автор делает, он не придерживается этих условностей и пишет все, что хочет. Получаются другие тексты, верно, да. Значит, вы стали или начали, или начали, как говорил незабвенный наш Михаил Сергеевич, писать на украинском, как я понимаю? Нет, только вот перевела. Но если вы отклоняетесь от оригинала, это уже новые стихи. Значит, вы оригинальны, значит, вы начали сочинять на украинском. Все-таки на вас влияет пропаганда государства. Нет, это не пропаганда, это ощущение того, что все-таки моя родина, Украина. Хотя город Киев, это все-таки особый город, он не вполне принадлежит какой-то, он совмещает в себе многие культуры. И поскольку это вообще центр, что ли, откуда есть пошла русская земля, то в любом случае там есть все. Как вы считаете, я всегда думал, что из Новгорода. Ну ладно. Там камень даже лежит, на Старкиевской горе лежит камень с надписью. Как и написано, да? А вы верите всему, что написано ко мне. Я чувствую это, не просто верю, а чувствую. Вот оттуда она пошла, так шла-шла и пришла в Москву. Да, ну, конечно. Ну ладно, может быть, оно так и есть на самом деле. Поскольку русские, значит, надлежащие русам, а русы это были князья, ну, наверное, оттуда. А они это избрали своей столицей, наверное. Вы правы. И камень не зря лежит все-таки в Киеве. Да, но вот вы эту тему совершенно в своих стихах почему-то не затрагиваете. Я нигде не заметил, чтобы у вас вот где-то было... Нет, вы как-то упомянули в одном месте, вы написали что-то про древнерусское. Конечно, да, много чего. Это есть. Но древнерусское – это не совсем русское, это древнерусское. Не, ну я же не имею целью писать именно о русском, я о киевском пишу. И об общечеловеческом, скорее. Ну, общечеловеческом, не знаю. Да, вот я тут прочел, у вас есть здесь вступительная статья, которую Данил Давыдов сочинил. Да, да, спасибо вам большое. Но он, правда, заметил одну характерную особенность ваших стихов. К сожалению, только одну. А их больше, как мне кажется. И там уже распространялся вот как раз на общекультурные темы. Но в вашей книге есть целый ряд таких значимых вещей. И одна из них – это, я не знаю, угадал я или нет. Мне показалось, что вам близка, как ни странно, вот при таком уклоне, который, культурном, который фиксирует Данила Давыдов, вам близка поэзия Высоцкого. Высоцкого? Ну я просто очень хорошо отношусь к Высоцкому. Там есть даже ритмические повторы, прямо попадающие один в один. Я впервые услышала об этом. Да, значит, это просто такая бессознательная ритма как-то застревает, да? Возможно, возможно. Я не с первого раза, я, откровенно говоря, два раза прочёл, потому что мне большая часть текстов понравилась. Но это моё личное мнение, просто я рекомендую эту книгу. Книга называется «Ответные губы», вот я её могу продемонстрировать читателям, которые захотят её прочесть. Мне показалось, книга очень интересной и даже во многом симптоматичной. И когда я её читал в первый раз, у меня были, конечно, ассоциации такие, но в основном, конечно, не так, как квалифицировал Данила Давыдов, не столько акмиизм, сколько более современная литература. И, ну, оно, отчасти, здесь позиционировано, потому что вот в последней стране обложки есть такое краткое или очень краткое эссе Ивана Жданова, которому, как я понимаю, тоже нравятся ваши стихи. И он очень хорошо о них написал, и я так понимаю, что он для вас недалёкий поэт. Он мне очень близок, конечно. И эти строчки, это из его предисловия к моей предыдущей книжке, эти слова. И ещё, конечно, то, что Иван не отметил, но, может, ему и не надо было это, всё-таки с какой другой страны вам близок Ерёменко? Ерёменко? Ну, вот, да, близок. Не весь, пожалуй, но... Ну, есть, не может быть, зачем? Это заметно в стихах, что вот Ерёменко даже может быть в какой-то степени и ближе. Нет, всё-таки Жданов ближе. Но это идёт по какой-то линии, по которой вы любите Пастернака и Хлебникова. Но Хлебникова меньше, чем Пастернака. Да, я понимаю, что Хлебникова меньше, хотя вы поставили эпиграф из Хлебникова к одному из стихотворений, но снизили его. Потому что там у него как поцелуй на морозе, а вы добавили как поцелуй на морозе в засос. Ну да. Да, но это снизили утверждение Хлебникова. Ну, как мне кажется. Но оно там отвечает тому назначению, которое вы придумали. Вот мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне, но рассказывая мне, вы рассказываете нашим телезрителям, нечто о себе. Потому что вот то, что касается вашего творчества, где вы выступали, это всё есть на сайтах, есть в книгах. Вообще, вот как вы живёте? Есть ли у вас семья? Есть ли у вас, похоже, у вас есть сын? Да, у меня есть сын, мне 10 лет. И он, ну что ли, даже очень ревнево относится к моим стихам. Он считает, что стихи, они, в общем-то, достаточно бестолковые вещи. И только отнимают время, которое я могла бы ему посвящать. И вот никакой, что ли, коммерческой пользы от них нет. Он такой мальчик практичный, он всё-таки уже из нового поколения, ему это не совсем понятно. Ну, если вы будете его продолжать знакомить не только своими стихами, но и с людьми, которые относятся к этому, то мне кажется, что он в какой-то степени приобщится. Я думаю, да, ещё просто рано, может быть, ему это всё ещё не кажется значимым, но пару лет, вероятно. Ну, а может быть, ему не должно казаться, это естественный процесс. Почему должно особо казаться значимым, если он и так в этом мире? Наверное, да. Ему, наверное, и не должно быть, всё-таки это следующее поколение, они воспринимают всё как должно. Ну, вот для вас, может быть, этот мир был новым, а для него он уже будет старым. Посмотрим. Ну, как, чем отличаются поздние романтики от ранних? Ну, в основном. Вы имеете в виду, нет немецких романтиков? Ну, да, да. Ну, вообще романтиков. Романтики? Там, включая даже, например, Байрона. А. Он не немецкий, но романтик. Я не могу вам точно сказать. Ну, как, поздние романтики, они уже разочаровавшись в общекультурных ценностях, они все стремились на баррикады, как я понимаю. И похоже на то, что у нас этот процесс тоже вскоре произойдёт. Все романтики, это же близкие слова, романтик, революционер, романтики, наверное, тоже начинается революционер. И постепенно становятся революционерами. Не дай бог. Вы так думаете, почему? Ну, я не знаю, я вообще очень спокойный человек, стараюсь, по крайней мере, особо, не выпрыгивать из себя. И спокойствие. Ну, если нет, то все. Вам повезло. Наверное, ваш образ жизни очень упорядочен. Да нет, он просто, действительно, благо, когда я вот помощи моей мамы, я не вынуждена там уже особо заниматься, что-либо там, поэтому я иногда посвящаю. А вот как мама ваша относится к вашим творчествам? Мама даже вроде как искала мне спонсоров для предыдущих книжек, то есть она очень была склонна к этому относиться. То есть она практически тоже подходит, как и ваш сын. Да, да, конечно, ну потому что я не от мира сего. Вы окружены практическими людьми. Да. И при этом пишите стихи с посылом к высокому. Ну, так получается. Это вы не нарочно. Не нарочно? Не с практической стороны. Нет. Да. Ну вот, вы, насколько я понимаю, занимались какое-то время, посвятили не только своему собственному творчеству, но и творчеству другого поэта, хотя бы одного. И это понятно. Это Клюев. Клюев, да. А почему вы выбрали Клюева? А я училась в Киевском университете, и руководительница семинара Киселева, Людмила Александровна, очень увлекла нас Клюевом, она очень харизматичная женщина, преподавательница. И мы стали ездить на конференции, писать статьи. И ездили на родину Клюева. Ну, вообще, мало кто занимается. Клюева не очень много занимается. Не очень, но эти люди настолько сплочены, и у них такие своеобразные, что ли, они просто фанатики Клюева. Они знают досконально его, они любоплены в него буквально. Вот все эти люди, которые ездят на Клюевские конференции. Особая аура. Пастернака, Клюев, это не родственные, даже не близкие, я бы сказал. Но Клюева-то особая, его все равно постичь полностью невозможно из-за вот всех этих, может быть, очень глубинных христианских вещей, которые там у него в стихах. А может только когда приблизиться, в конце концов. Конечно, к Пастернаку тоже не так уж легко, но все-таки это совершенно другая область. Ну, Пастернак, ну я не знаток вообще-то Клюева, конечно, но мне кажется, что по тем небольшим моим сведениям значительности в Клюеве, мне кажется, что Пастернак более сложный поэт, чем Клюев. Они просто по-разному сложные, да. Поэтому Пастернак все-таки это какое-то то, что ты можешь сам прочувствовать. То есть у Клюева нужно обложиться источниками, может быть, всякими вот этими вот холостовскими даже и всевозможными, что ли, культурологическими. Для того, чтобы просто понять текст. Многое, да. Многое можно интуитивно, но для того, чтобы проверить вот свои впечатления, нужно, конечно, знать много чего. Эта статья была опубликована? Да, было несколько статьй опубликованных и о Клюеве и Есенине, но я все это рассматривала с точки зрения ритуала, о мифопоэтике. Это в какие годы был? Это, ну вот, в 90-е я уучилась и ездила. Последний раз я ездила в начале тысячелетия на Вытигру в Петрозаводск, там была конференция по Клюеву. Да, вам повезло, что у вас так все это хорошо прошло, потому что у меня студент в начале 80-х, по-моему, писал дипломную работу по американской литературе, правда, и у него, он сам захотел заниматься ритуалом. Но жалоб на меня в райком поступило немало, и даже собирались студенту двойку поставить за дипломную работу по ритуалу. Странно. Может быть, слишком. Упрощенно его восприняли? Нет, нет, нет. И даже с юмором профессора Горелов на обсуждение после уже зачтения, после чтения вот этой защитной речи, он, когда слишком стали уж нападать, он сказал, «А что вы считаете, когда член политбюро ЦК КПСС над гробом покойного генерального секретаря говорит, прощай, дорогой, любимый друг, он что, проявляет признаки травобытного анимизма?» Но после этого гонения прекратились, поскольку признать это было как-то не очень для члена политбюро приличным, и все это прекратилось, к счастью, для студента. Но когда его спросили, зачем он это сделал, он сказал, из личного интереса. Знаете, вот эта книжка, вы свои стихи рассказываете наизусть, помните, или же вы читаете их по книге? Нет, ну, большей частью, наизусть, конечно. Наизусть, помните, свои стихи? Замечательно. Вообще, они настолько напевные, мелодичные, что их, вероятно, легко запоминать. Ну, если ритм ведет, ритм иногда можно. Ну, и смысл тоже ведет. А можете вы что-то прочесть, вот прямо сейчас, на старте, ну, три, может быть, стихотворения каких-то, которые вы считаете интересными прочесть, вот для начала разговора? Хорошо. Ну, я не знаю, почему вот это было характеризовано как синтонная поэзия. Во всяком случае, тут никакого синтона незаметно, но соотнесение с известным ритмом одного из жемчужниковых бесспорно существует. Что приятно, я бы сказал. Вот почему вы Париж таким назвали? Вы были в Париже? Да, была, вот в частности, совсем недавно, благодаря Александру Павловичу Чушишкину, с которым мы ездили на франклурскую ярмарку, вот мы заехали. Вы ездили с этой книгой? Да. Это имело успех? Ну, во всяком случае, вот эти буклетики, их разобрали и читали, может быть. Там была презентация книги, и презентация книги Этуарда Ароновича Шульмана тоже, который был издан в этом же издательстве. Он с вами тоже ездил? Да, да. Да, да. Мне Игорь Воскресенский прислал фотографию, поэтому я догадался, что вы там все вместе были. Там еще молодой человек был. Да, Михаил Шишкин, да. А, это Михаил Шишкин, понятно, которого я до этого не видел. Ну вот, замечательно, вы бывали в Париже, назвали его зачем-то навязчивым. Ну, это было еще до... А, вы его очень не видели. Но это было ощущение того, что вот постоянно, знаете, как вот был, хотел в Париж опять, да, в который раз хочешь в Париж, и вот это поэтому может быть ощущение. Ну, знаете, у нас вот не в этой студии, а в другой выступала как-то, а не выступала. Беседовал я с Лесей Тышковской, которая живет в Париже вообще. Но она утверждала, что Париж невыносимый совершенно город, где невозможно жить, и она все время... Страдает от этого. Она страдает, да, и испытывает там ужасную депрессию, и значит, и вот она поэтому все время стремится ли мы в Москву, ли мы в Киев, а когда она рассказала эту историю Тюрчки, это я свои слова знаю, свои, она сказала, хотела бы я испытывать глубокую депрессию в Париже. Да, да, в этом есть какая-то вообще насмешка, по-моему, да? А у вас насмешка? В том, что человек страдает в Париже, казалось бы, да? Ну, знаете ли, этот Ходосевич, он вообще долго раз покончить с собой хотел в Париже, не то что страдать. Он же уехал при других обстоятельствах, а не сам по себе. Ну, я не знаю, он вообще, он и здесь, правда, хотел делать, не только в Париже, но вот в Париже он точно хотел. И он там просто жену свою, он замучил своими рассказами о том, как он вот-вот убрёт. Такой город Париж. Поэтому я эту фразу воспринял отнюдь не юмористически, я решил, что это вы серьёзно про Париж. Да нет, вскользь так. Давайте ещё два. Ещё. У тех, кто бы Рейгеля смотрел не на бумаги, а в глазах мельчайшие фигурки до сих пор. Как будто в холст они набились, и оттуда, и чуть что спускаются по руслу новых глаз, а в кровотоке головастиками виснут. Когда к такому человеку прикоснётся магнит зимы, в нём тотчас к полюсам летят охотники и дети на катке, и несколько сорок. Тут мается, заметно начинает любитель живописи. Он, не дожидаясь шенгенской визы, малую печушкой, что непременно есть на полотне, становится и движется к просвету, меж кистью и пейзажем за окном. Вот это обращение к Брейгелю тоже, мне кажется, симптоматичное. Дело в том, что судя по вашему симпатии, отношению к творчеству Ерёменко, у него же тоже есть стихотворение, которое так и называется «Брейгель». Я, к сожалению, не помню. Я там помню только одну строчку, и как тонкие вши шевелились на них номера. Да. Вот. Очень хорошее стихотворение. И, значит, вы обращаетесь сами по себе, вот просто склонность, ну, такая конгениальность с Ерёменко, да? Ну, я не знаю, я не ожидала, честно говоря, что столько общего с Ерёменко. У вас очень много общего в стихах с Ерёменко. Удивительно, что вы этого не замечаете. И не то, что вы ему подражаете, я не могу этого сказать. Это не подражательное, а вот просто у вас так устроен внутренний мир, вероятно. Может быть. Что вам это всё близко. Вот так же, как и Жданов, но здесь аберриуты вам тоже нравятся, похоже. Ну, аберриуты всё-таки меньше. Меньше, да? Всё-таки мне это, да, вот, это способность конструирования. Ну, заболоски, столбцы. Ну, я просто не наносила. Мне нравится, допустим, одно стихотворение Харлеса про Ферфусю Гамину, допустим. Ну, то есть, как-то так очень выборочно мне нравятся всякие вещи. Да, выборочно. Ну, да, выборочно. А всё-таки к чему у вас наибольшая склонность в литературе, в окружающем литературном контексте? Современном или несовременном, всё равно. Что вы любите? Ну, я люблю, допустим, стихи Олега Юрьева. Вот, Тед Цветков ранний, Алексей мне очень близок. То есть, вот так вот, пожалуй, Кенжеев. То есть, ну, вот это вот в ваших стихах незаметно совсем, почему-то. Да. Вот это вы любите, но это незаметно. А вот то, что вы не так любите сильно, оно заметно. Видимо, это производило при чтении какое-то сильное эмоциональное впечатление. Может быть, не знаю. Да. Ну, вот третье обещанное стихотворение. Сейчас. О, как острый ты чувствовал глушь, глухомань, вход снаружи и выход внутри. Да весну под собой, словно ведьму хама, словно свежую кровь упыри. Не отыщет зима задержаться предлог, обрывая карнизную жесть. Наливаясь капелью, летишь со всех ног, выкликаешь за знобу, как есть. Сводит воздух, уж так целоваться хотят ваши лица в четыре губы. И рыбак забывает про свой калаврат, и забором крадется опять конократ. Забирайся поглубже, тебе говорят, чтобы не слышать последней трубы. Интересно. Скажите, а вот у меня некое предположение было. Дело в том, что фактически, вот если следовать контексту ваших стихов, они как бы городохвалебные такие. Да, да, урбанистические. Ну вот урбанистические я их не могу назвать, потому что они явно не урбанистические. Потому что вы смотрите из какого-то другого мира на город, и вам он очень нравится, вот так можно сказать. А, вот так, да? Да. То есть, такие гордолюбивые, что ли, что довольно нечасто случается. Обычно ситуация города современного воспринимается по этому трагически. Но у вас трагизм тоже присутствует, но он относится как бы совершенно к другим вещам, не связанным с городом. Вот город вам явно нравится. Нравится. Но ты, наверное, смотря какой город Киев, это тот город, который вообще безупречен по-своему. А вот в связи с Киевом, там какие-то далекие достаточно реминесценции, но очень отчетливые, чувствуется связанное с Чернобылем. С Чернобылем? А вот есть некое предчувствие, оно вообще свойственно современным авторам, но вообще, я думаю, что с начала 20 века это свойственно всем хорошим поэтам и художникам, предчувствие катастрофы. Личное или всеобщее? Нет, вот это одно и то же, на самом деле. Если есть предчувствие какое-то общее, то личное здесь трудно избежать. И вряд ли можно представить себе человека, который чувствует общее и не как-то пытается отделить свою личную от этой катастрофы. Вот мне просто интересно стало. У вас есть стихи, которые прямо указывают на некоторые такие острые депрессивные моменты, связанные, суицидальные, я бы сказал, моменты. И есть стихи, которые эсхатологические. Они существуют, но это разные темы у вас. Это не одно и то же. Значит, есть такое острое переживание личного, что ли, отсутствия бессмертия или осознания смерти, которое вообще свойственно поэзии и поэтам. Вряд ли есть хороший поэт, который не размышлял на эту тему. А не можете ли вы что-то из этого воспроизвести? Ну, есть, да, вот такое мрачное, да. По дороге, меняющей город на снег, ты идешь недотыкомкой серой. Вдруг шальная искра совершает побег от небесной колробочки серой. Стало страшно, и ты совершаешь... Так, она из последних, да? Стало страшно, и ты... Не торопитесь. Ничего, да. Ну, конечно, ничего. Да, но мне просто вспомнилось именно потому, что оно настолько действительно похоже на то, что вы сказали немножко. Стало страшно, и ты выставляешь конвой голосов, чтобы услышаны были, и тогда появляется сам верстовой, чтобы напомнить, ты ближе к могиле, а не понял, а не нюхал холодной земли, не прорвался сквозь старое имя, а другие постигли, другие смогли, и тебе не угнаться за ними. Вот такое, может быть, какое-то, отчасти не знаю, то ли вы имели в виду в эсхатологическом смысле, но оно такое... Ну, там много есть таких стихов, но я вот это стихотворение как раз как мрачное не воспринимаю. Да? Но если мне не угнаться, тебе не угнаться, имеется в виду мне не угнаться, да? Ну да. То есть вы к этому дирическому герою как бы на «ты» так фамиллярно обращаетесь. Это еще не значит, что вообще не угнаться, кто-то там впереди все-таки куда-то там бежит. Да, ну вот само ощущение героя, то есть я вообще очень люблю... Люблю второе лицо на самом деле, то есть не я, а ты, вот именно писать как бы от второго лица тебе. Вот вы знаете, вам, у вас еще впереди долгий творческий путь, и мне поэтому хочется поговорить о чем-то, о чем редко у нас разговаривают с поэтами. Все-таки поэт, он... Ну, сама поэзия — это высшая форма речи, и речь, она адресована. Вот, хочет этого или не хочет поэт, какой бы он ни придерживался позиции, и считает ли он себя таким горним человеком, как Иван Бунин, который считал, что если будет хотя бы один читатель, который поймет, то этого вполне ему достаточно. Но все-таки поэт выражает некие тенденции, которые являются тенденциями во многом общими. Вы впитываете как бы в себя то, что вокруг вас находится и происходит, это не социализированность, никакой заказ, а это естественное существование человека в том мире, в котором он существует. И его позиция, когда поэт говорит стихами, то вот в этой... Мрачных соображений, мрачных предвестников в будущее. И вы, наверное, постоянно об этом слышите в разных формах, в средствах информации, среди окружающих людей так или иначе это выражается. Что вы сами думаете, что будет? А что вы можете сказать людям, которые хотели бы что-то услышать, если еще такие есть от поэта? Ну, наверное, просто, чтобы люди действительно не метались, не растрачивали себя, чтобы, наверное, не исказили того главного смысла, который им может быть доступен, чтобы они не подменили его чем-то второстепенным. Вот это, пожалуй. То есть вы почти как Клюев сейчас выражаете мысли, да? Я не знаю. Может быть, все-таки. Ну, он надеялся, я так понимаю, в то время еще. Я смутно надеялся, а сейчас уже много предвестников того, что надежда как бы не оправдывает сама себя. И я думаю, что именно поэтому все виды творчества становятся гораздо более значимыми. И именно поэтому гораздо более отверженными от общественной среды. Ведь если взять 19 век, чем глубже мы идем, тем в большей степени мы видим почтение к людям творчества. И чем мы приближаемся ближе к нашему времени, тем это превращается в некое профессиональное занятие. Вот вы редкое исключение, когда явно видно, несмотря на то, что вот у вас публикуются книги, вас приводят на разные языки, но видно, что это не является профессиональным занятием, что вы сочиняете стихи и желание их сочинять. Ну, может быть, да, и не у вас возможности, что ли, иногда этого не делать. Может быть, так скорее получается? Ну, все-таки, издав несколько книг, это слишком много такой невозможности. Наверное, да. Ну, и вот эта вот невозможность, вы ее направляете, невозможность не сочинять, не обращаться к высшим формам речи, вы отправляете ее к людям, вот, скажем, в виде вот этой книги. Ну, в данном случае, да, конечно. И вам это настолько, скажем, нравится, это в Париже было сделано, да? Нет, нет, это буклет сделан для выставки. Дело в том, что меня переводила очень хорошая переводница, я немецкая, Эльке Эрб, я получила стипендию Хуберта Борды еще в 2000 году. Для того, чтобы просто на ярмарке могли люди ознакомиться с немецким текстом, вот, был сделан Art House Media, такой буклет на немецком. И здесь несколько английских стихов, тоже переводчик Роберт Райт. Каким образом эти переводчики вас нашли? Эльке Эрб, я случайно с ней познакомилась в Киеве, она приезжала в наш союз писателей, я ей дала свою рукопись еще в начале 90-х, и вот постепенно, буквально целое десятилетие, она это переводила, публиковала, и в итоге вот я получила эту премию Борды. Для молодых восточноевропейских лириков так называлась эта премия. А немецкий, это вот благодаря Дмитрию Кузьмину меня опубликовала Валентина Полухина в книге «Современные русские поэтессы». И таким образом с вами познакомился и английский переводчик. Да, да, Роберт Райт, да. А вы довольны переводами? Я, к сожалению, не могу сомнить, но думаю, что это хорошие переводы. Вы можете не знать ни английский, ни французский? Я французский немножко знаю, а здесь немецкий, ни английский, да. Немецкий и английский. Смотрите, а французские, которые вы знаете, они вас не подвергли? Ну, наверное, просто более открытые вот именно немецкие получаются, да, что ли, немецкая литература, да. Второй вот любопытный вопрос. Может быть, я и не прав, не знаю, говоря вот о этой роли, повышающейся роли поэта при увеличивающейся дистанции между читателями и поэтом. Вы получаете какие-нибудь отклики, когда вы публикуете книги? Да, пожалуй, иногда даже. Но насчет книг, конечно, не могу сказать. Дело в том, что книга вот эта первые в издательстве опубликована до сих пор. Это вот я сама там верстала в Ворде, относила в типографию. Вот это первая книга моя, изданная издательством по-настоящему. А отклики скорее на журнальные публикации, допустим, на публикацию в октябре или в дружбе над народом в интернете. Оно же ведь появляется в журнальном зале, и сразу кто-нибудь что-нибудь либо хорошее, либо плохое что-нибудь скажет. Есть и плохое. Есть плохое, да. Но какие претензии к вам предъявляют вот те, кто недоволен тем, что вы вот взяли и написали лирические стихи? Какие могут быть претензии? Ну, я так понимаю, что это просто, видимо, другое восприятие. Люди ожидают другого образа, что ли, поэтического помышления. И поэтому в целом моя манера им чужда, может быть, поэтому. Поэтому им каждое сочетание слов кажется нелепостью, то есть даже самое невинное в некотором смысле. Ну, вот можете привести пример такой претензии? Претензии? Ну, вот, допустим, Кирилл Анкудинов ищел мою подборку в октябре, что ли, с самым скверным впечатлением, литературным для себя. Но, с другой стороны... Зачем он его читал? Неизвестно, неизвестно. Да. Тем самым он создал мне пиар такой, мне в ПШЖ кинулись люди сразу. Утешать. Нет, они просто стали читать это дело. И там даже полемика возникла. Заинтересовались, почему это так плохо. Ну, да, на самом деле, конечно, бывает. То есть иногда сочетание слов настолько, что ли, парадоксальное, что они не всем приходятся по вкусу. Хотя, вот, допустим, например, Павел Басинский о моей позапрошлой книжечке очень хорошо отозвался, потому что там были строчки. Ну, я могу прочитать это стихотворение, да? Да, конечно. Так вот, Павел Басинскому показалось, что, дескать, как это здорово оказывается, самая высшая степень чистоты лежать с маслятами и сыроежкой. Он сравнил это выражение с выражением Камю, где он говорит о том, что подлинное наслаждение лежать между простынями чистым бельем, которое хозяйка отутюжила. Вот есть еще одна степень, что ли, чистоты – это лежать рядом с маслятами и сыроежкой. То есть это оказалось ему вполне естественным и вполне поэтичным. Вот мне это напомнило, выражение, вот то, что вы рассказали, знаменитое выражение кардинала Мазарини, который сказал, что для того, чтобы представить себе адские муки, совсем не обязательно представлять себе сковороды и кипящие кафры. Достаточно представить себе, что вместо батистовых постелили полотняные простыни. Да, ну вот, видимо, одного ряда, что ли, ассоциаций. Да-да. Это же просто ад. Говорит, тот, кто попал в такую ситуацию. Ты легко себе представляешь, что там будет в аду. Да, так вот, значит, а он наоборот, Басинский, я имею в виду, он представил себе, что это просто рай. Да-да, что это самое чистое, самое, что ли… Да, что, конечно, но, вы знаете, я думаю, что это связано с тем, что среди, вот у нас как-то, начиная с революции Великой, Октябрьской, у нас все время где-то в воздухе витал такой слоган, что искусство принадлежит народу. И вот оно… принадлежать-то оно принадлежит, конечно, но народ почему-то его не понимает. И поэтому, не прекращаясь попытки сделать это искусство доступным для народа, когда его делают доступным, то оно утрачивает свои свойства искусства. Оно становится очень доступным, но при этом оно уже не искусство. Да, так вот, значит, вот эти вот претензии к чему-то, ну, какое-то сочетание непривычных слов. А кто сказал, что новые мысли нужно выражать старыми словами, старыми сочетаниями слов, даже если все слова знакомы? Конечно. Вот это расхождение миров, мне кажется, совершенно точно. Вы заметили, что они просто… у них другой мир, и в этом мире не существует таких сочетаний. Наверное, да. Но это еще не причина предъявлять претензии к авторам. Ведь если он читает журнал «Октябрь» и увидел там что-то такое, что не умещается в его мир, и продолжает это читать, и даже дает себе труд написать гневный отзыв об этом, то в этом случае где логика? Ведь, казалось бы, гораздо проще было бы просто попытаться увидеть тот мир, который видит поэт, и, может быть, он тогда бы удовлетворился. Ну, это претензии к критикам, и я вряд ли, вряд ли могу здесь что-то говорить. Ну да. Так вот, к критикам возникают основные претензии. Потому что у нас сейчас в настоящее время критик либо работает за деньги, и тогда он пишет комплементарные вещи, либо он вот такой вот спонтанный, значит, критик, заин такой, который вообще не хочет ничего знать и ни во что вникать, а просто вот «мне не нравится», утверждает этот критик. Это очень плохо, потому что оно мне не нравится. И вот у вас, наверное, поэтому у вас такой один из странствующих образов из стихотворения в стихотворении – это некий образ сердца. И вот с этим образом там много связано всяких зооморфных метафор, и даже всяких… там такая флора и фауна интересная раскрывается. И вот этот мотив я как раз считаю одним из фундаментальных мотивов современной литературы. Хотя он уже не такой мрачный, как, скажем, у того же Маринетти и Маяковского, и их последователей, когда все машинным становилось, то есть, или там вот Вознесенский Андейши и Гайкова, как пламенный язык над гигантской зажигалкой, полыхает женский лик. То есть, некий человек просто сравнивается с зажигалкой. У вас этого практически нет нигде. То есть, но вы все равно обращаетесь к чему-то, что еще предшествует цивилизации, вот какому-то сознанию. Как вы это понимаете, обращение к таким истокам человека, ну, фактически к животным и растительным истокам. Вот у вас это часто встречается, и причем это как бы некое такое сердце, или даже сердечная рана, если это еще сильнее метафоризировать. Хотя вы об этом пишете не так, чтобы это прямо было выражено. Как вы понимаете, вот свое обращение вот к этим мотивам. Они даже, их нельзя называть доисторическими, они обращаются к чему-то в человеке, что вообще не исключимо, оно присутствует в каждом, конечно. Но оно становится предметом поэзии. Мне просто кажется, что чем больше слов, которые как бы проясняют по частям, может быть, чем больше образов, которые могут быть не метко, не в самую цель, что ли, поразить впечатление, а потихонечку вот собрать, и одни из самых глубинных, вот именно эти, пожалуй, образы. Ну они глубокие, но они тоже такие, они как бы тоже искипистские в каком-то смысле. Может быть, да. Это, кстати, я от этого, видимо, не избавлюсь, а может быть, избавлюсь, потому что я всегда как бы увиливаю. Я не называю ее прямо, и чем прямее я их называю, тем для меня само стихотворение, что ли, ну, оно перестает очень скоро быть мне близким. Чем прямее я в нем выражаюсь, а вот чем больше, что ли, окольных дорожек, которыми может она прийти к смыслу, тем оно мне отчасти ближе. Вы хотите сказать, что ваши лирические герои, вы, это совсем не одно и то же, и вы смотрите извне на этого героя. Поэтому вам нужно как-то это вот сделать непрямо, потому что вас там нет фактически. Нет, есть, но просто мне, что ли, даже не стыдно, а мне, я боюсь выразиться прямо, может быть, это отчасти такое-то. То есть, казалось бы, вы, поэт стремится к наибольшей ясности, но высшая ясность, она просто ослепительна, поэтому всегда хочется немножечко, что ли, ее сделать, не редуцировать. И вспышка находится с той стороны. Знаете, вот тогда она ослепительна. То есть, ясность принадлежит чему-то, что стало ослепительным, и ослепляет меня, да? То есть, я как бы доверяю словам, выразить это помимо меня. Я что ли пускаю их вперед, действительно, чтобы они, может быть, своим что ли строем, вдруг сказали больше, чем я могу себе позволить. Так что ли получается? То есть, вы находитесь все-таки вне позиции. Вы выходите из себя, когда вы сочиняете. Наверное, да. Интересно. С точки зрения психологии и творчества, просто очень интересно, поскольку у вас это совершенно явно. А вы можете какое-то стихотворение прочесть, вот с такими, даже низу, вот где растения присутствуют, вот такого рода сравнения. Это на фоне какой-то любовной лирики или как бы псевдо-любовной лирики? Ну, есть такое, я не знаю, то ли это, что мы имеем в виду. В солнце перемешаны все тени, и когда ты выберешь одну, крепкое садовое растение уведет тебя на глубину. Губы, пальцы в почве будут виться, в листья перехлынет кровь твоя, семена твои проглочит птица, улетая в теплые края. Если же не хочешь, стой одной тенью под землей увековать. Оставайся лучше под луною, и в зверьке лесном вернешься вспять. Вот такой есть. Ну, хоть так, хоть так. Не в растении, так в зверьке, вернешься. Но это все-таки, здесь присутствует представление смерти, не христианское причем представление. Скорее, да. Это скорее иудейское представление. Ну, или языческое, вот в том числе. Ну, шеул там не предполагает, что там есть какая-то душа. Это просто тело мертвое, которое находится. Там по этой религии все будут оживлены в телесном виде. Они из душ превоплотятся за нас. Там ангелы есть, там архангелы всякие. Но вот у вас тоже такое же представление. То есть это совершенно такое материалистическое представление абсолютно о смерти. Да, вот человек умирает, превращается в растение, ну, в животное. Это в лучшем случае получается. Но в растении мне больше, красивее показалось. Ну, такая альтернативная космогония маленькая такая, да? Вот как бы творение мира из того, чего. Но он не превращается в человека. Ну, да. И это очень близко к каким-то вот доисторическим верованиям, когда себя человек не отделял от животного мира совсем и от растительного. То есть он находился полностью неразделенным, ни с чем. И для такого человека, как я понимаю, стать растением, было все равно, что стать человеком. Пожалуй. Для вас это тоже одно и то же? Нет, дело в том, что просто это не есть мой взгляд на мир. Я не придерживаюсь этого, это вот локально для данного стихотворения сугубо. То есть это не то, чтобы я думаю... Ну, это одно из ваших стихотворений. Это очень хорошее стихотворение. Ну, значит, может быть, я действительно склонна к этому подсознательно, не знаю. А что-нибудь, где присутствуют метафоры сердца, вот такое можете прочесть? Сердце. У вас много таких стихотворений. Сердце у вас во многих стихотворениях присутствует. Да, дело в том, что сердце отчасти... Вот, избитое слово «душа» иногда обоязно использовать. А сердце, кажется, еще все-таки не настолько, да? Ну, вот в плане таких верований, конечно, нужно сердце употреблять вместо душа. То есть вы не хотите заговорить слово «душа», потому что оно вам кажется затертым? Наверное, да. Иногда нет, я его использую, но в тех случаях, когда оно, что ли, вот опять же, не кричаще получается. Сердце странное, я так сразу даже и не могу вспомнить. У вас много таких стихотворений. Ну, вы много открываете, начинаете читать, сразу доскочится до сердца. Ну, пока вы здесь выйдете, я вам задам другой вопрос. У вас есть такая строчка. Я не думаю, что могу воспроизвести точно, но смысл там такой, что хлебным мякотьем пахнет Бог. Да, да. Но это не точно, я вас видел. Ты пахнешь стихами, как хлебную мякотью Бог. Да, да, как хлебный. Но вот здесь тоже такое снижение, потому что Бог не может пахнуть ничем. Ну, почему? Это же причастие. Ну, вы имеете в виду, что он там накормил, да? Да, да, да. А причастие нет, нет, как кровь и вино, и хлеб это плоть. Да, я понимаю, но здесь это звучит не так, как там. Там имеется в виду совсем другое. Там некий метафизический смысл заключен, а здесь ничего нет, здесь нет никакой метафизики. Здесь просто ощущение... Ну, да, самых, что ли, насущных вещей, да. Вот это очень любопытное качество, оно почти во всех стихотворениях встречается. То есть вы как бы перефразируете что-то. Вот это, может быть, занятие отталкивания от Клюева вас к этому привело. Эта фраза простая на самом деле, но она как бы еретическая, что я бы ее назвал, в каком-то смысле. Может быть, да. Вот у Клюева я занималась, в частности, вот этим стихотворением, вернее, циклом «Спас». Он такой действительно очень, ну что ли, энергичный такой цикл. И там, опять же, очень много таких, как вы сказали, еретических, что ли, мыслей о том, что он сам себя, допустим, сопоставляет с Христом. То есть он настолько растворяется в этом всем, что для него уже нет этих противоречий между собственными, что ли, и их христовыми страстями. Ну, эти вот у вас, получается, что вы в полном смысле поэт-диссидент. Вот в том смысле, как это в период Middle English, развитие английского языка, так же вот, как считали там, ну, я не знаю, поэтов этого времени, они почти все диссиденты были. То есть они не придерживались там позиции англиканской церкви. И так же не были близки к католичеству. Хотя при этом они считали себя глубоко религиозными. И вот что-то мне показало, что у вас вот есть какие-то признаки какой-то новой веры, что ли, вот такой. Она носит другой характер, не такой. Хотя в этом присутствуют общие культурные мотивы. Но эти мотивы обращены к каким-то более глубоким слоям психики или социальной психологии. Это кажется мне очень интересно, но совершенно не следовательно. Вы вообще нуждаетесь в исследовании. Как мне кажется. Может быть, может быть. Вот вы нашли сердце. А сердце, да. Ну да, действительно. Ну это стихотворение по мотиву вам Картасара. В этом городе негде помыться, надо вслед за дождем перейти. Ошарашенной плоти границу, чтобы уже не бывать в заперти. В этом городе негде раздеться, чтобы в полы мя впасть из огня. Загребущего детства из сердца невесомого, как пятерня. В этом городе негде остаться, пятерню прижимая к рту, чтобы высосать дождик из пальца, а из сердца его маету. Такой стишок. Да, интересно, что вы к этому про сердце обратились. Вот скажите, вот у вас в Киеве же много хороших поэтов. Я же не говорю про Украину, русских поэтов. Я украинских меньше знаю. И там тоже присутствуют выдающиеся поэты сейчас. Но вот украинская поэзия, она по большей части носит в какой-то мере консервативный характер. То есть, если обратиться вообще к русской литературе, к тому потоку, который мы видели в 20 веке и сейчас наблюдаем, то все-таки украинская русская литература в Украине, она более консервативна и более близка к классической русской литературе. Вот так бы я сказал. Возможно. Ну, во всей своей массе. Там, конечно, есть, может быть, по контрасту, сверхавангардные одиночки, такие, как Юрий Зморович. Да, да, очень интересно. Следов которого я у вас совсем не нахожу. Никакого, как будто вы даже с ним и не знакомы. Но я думаю, что вы знакомы с ним. Конечно. И мне нравятся некоторые его стихи особенные. Да, но он вообще синтетический деятель. И у него не только стихи. Ну, вот мне просто кажется удивительным, что при такой любви к русским поэтам из Метрополии, вы совершенно, как бы, у вас там есть, скажем, Игорь Лапинский. Да, есть. Как мне кажется, выдающийся поэт. Но вот его традиции там никто не следует. Вообще, как будто бы он находится в стране от основного течения русско-украинской литературы. Ну, не знаю, может быть. Вот как вы вообще относитесь к его творчеству? Хорошо отношусь, но это не совсем мне близко. То есть, конечно, это как бы очень меткая образность, но все-таки мне не совсем близко. Вы считаете, что он слишком сложный или как? Не то, что сложный, а просто, ну, наверное, я больше люблю рифмованные поэзии, чем... Ну, у него рифмованные огромные количества. Ну, есть, да, но то, что вот... Он также консервативный, я считаю, в смысле близости к классическому наследию. Или у него вот эта польская струя сильно сказывается из его молодости? Он же знает много языков, он вообще европейский образован. Мне очень нравится его слушать, он читает великолепно. Еще есть Игорь Винов. Он про Дамало выступает, и вообще его редко можно увидеть, но вот он тоже очень своеобразен. Ну, Винов, он себя не столько поэтом презентует, сколько философом. Ну, да, да, но стихи... Я его более ранние стихи, вероятно, читала, они на меня большое впечатление произвели. И он выступает до сих пор, да? Ну, редко, я давно уже его не слышала. Ну, может быть, потому что его никто не одобряет? Ну, может, просто не приглашают. Не приглашают. Не знаю, как там это все происходит, не знаю. Неизвестно, да? А вот вообще, как вы оцениваете такую литературную жизнь в Киеве сейчас? В Киеве? Ну... Русскую литературу, да? Ну, вот благодаря фестивалям все это поднимается. Есть у нас еще вот киевские лавры, которые проводят Александр Кабанов, Каштановый дом проводит, Андрей Грязов, и все это потихонечку выползает из всех член, все это звучит как-то, а потом опять затихает. Да, а как вы относитесь к деятельности Димы Брогина? Очень хорошо отношусь. Он действительно вот тот случай, когда человек поддерживает культурную традицию. Вот ежемесячно коллегиум на сцене, это вот как вот месса, что ли, которая, и те же воскресные, да, вот он постоянно, а не дает исчезнуть, некоторым таким вот сугубо-киевским, что ли, артефактом, там, не знаю уже, антиком киевским всяким. Потом у вас есть тоже такой организатор русской литературы Юрий Григорьевич Коплар. Да, он издал роскошные, огромные антологии. Он знаток поэзии, конечно, непревзойденной, потому что столько всего помнить и все это упорядочить, это просто достойно восхищения. Да, и есть такие как-то более отдаленные круги, Штылвилд, например. Да, но я давно уже с ним не общалась, не знаю, что он сейчас, не знаю. Да, это направление русско-еврейской литературы. Да, и вообще, вот как это так вот спорядически возникает? Вообще, как вы к этому относитесь? Здесь же все-таки достаточно большое количество деятелей, причем в том культурном слое, который сейчас, ну, нельзя сказать, что уж очень поощряется, развитие русской культуры в Украине. В общем, да, но и не гнобица никаких нам нет, что ли. Вы не чувствуете никакого вот такого, ну, если сейчас же все телепрограммы отключили русские и только на украинском языке, все-таки это достаточно сильное давление культурное? Я настолько далека от этого все, что я не ощущаю этого давления. Телевизор не смотрит, да. И вообще, это исключительно только с русскими людьми в Киеве. Нет, почему же? Я в очень хороших отношениях с тем же Раданом, допустим, со Светланой Павляевой. Но получается, что все равно, с Александром Драмеир Вансом, опять-таки, я переводила Игоря Рымарука, Геры Семьюка. Вот Рымарук погиб недавно. То есть, все это есть, но просто все равно есть какая-то невидимая граница. А у них свои вечера, у нас свои. Вот почему-то так не получается. Мне как раз это интересно, потому что, следуя, скажем, моей неправильной логике, если бы я был каким-то там культуртрейгером украинским, я бы русских писателей приглашал. Нет, ну на фестивалях есть все это. На украинские фестивали. И ведь на русских небольшое количество присутствует украинских писателей каждый раз. А вот наоборот, это так же или нет? Ну, скорее, мало может быть. По крайней мере, лично у меня никто на такие украинские фестивали не назвал, хотя мы все в хороших отношениях. Ну, вы даже не тоже в хороших, вы даже переводите. Жаданова не переводили. Нет, не переводили. И очень хорошо Игорь Сит перевел. Просто, мне кажется, замечательный перевод. Я знаю, и Анна Аркатова тоже переводила его, да? Насколько мне известно. Ну, может быть, это я не читал. Не знаю, Асида я читал, поэтому могу как бы с полной самодачей и ответственностью сказать, что это очень хорошие переводы. Не знаю, как они Жадану нравятся. Наверное, мне нравится. Я переводила менее известных авторов, то есть как бы вот из молодых, у Шкалова, Коцарева, но они уже все пишут, большей частью не рифмованно. А я люблю переводить рифмованные стихи. Вы любите трудности. Да, мне интересно. Я и себя-то перевела вот именно в рифму, потому что мне вообще предложили просто сделать подстрочник, подстрочник для польских переводчиков. Почему я взяла за перевод? Я стала переводить, и мне хочется рифмовать. Я все это позарифмовала, и никакого подстрочника в итоге не вышло, а вышли отдельные стихи рифмованные. Очень интересно. На украинском, да. Очень интересно. Скажите, вот вы можете что-то из своих переводов украинских? На память не помните ничего? Помню, да. Можно на украинском? Где цегла важка, пузлувата, в піску залишає сліди, поджавили геть коліща та колись то живої води. Где бусове поле, где чути, як дихая лиса гора, где все навкруги водокрутом затягує в прірву Дніпра. Ти либить, розрід же накриться, колектором пнешься глухим, сама собі скарб і скарбниця, сама собі втеча і дім, немлосно душі давньоруські, без чему і зайвих розмов, обвічність розбитись над русські, в славутич і ти сторч голов. Вот таке. Красиво. Это найболі точний перевод. А русське стихотворение почти такое же. То есть, это именно что перевод получился. Я хорошо помню тихотворение и понял, что, да, близко очень, конечно. Но на украинском проникновении звучит. Да. Мне тоже говорили порой, я вот вывесила в ЖЖ два варианта, чтобы мне сказали, что же лучше и что-либо более человечным был призван украинский текст. Ну, тут не насчет человечества, оно сильнее пробивает вообще энергетически. Я когда-то пробовал переводить с украинского. Да? Да. Но у меня все время, когда переводил с украинского, мне казалось, что русская лексика, когда переводишь с украинского, делает текст очень архаичным. Как ни удивительно. И вот вы переводите свои стихи, но это не перевод, конечно, это оригинальное стихотворение. Может, вам нужно вообще на украинский перейти? Как вы думаете? Ну, пока у меня нет таких намерений. Это само-самое может произойти, но пока еще предпосылок, что ли, не понимаю. Ну, вы знаете, это неизбежно будет. Тогда вы точно войдете в историю. Вот у вас есть такой замечательный писатель русский, Даниил Лукич Мордовцев, который около 600 томов в свое время сочинил произведения художественных. Он был универсальным лингвистом. Он на всех литературных языках писал. Это славянский. Ну, вот, например, «Царь Гетьман», у него написано «Если вставки у Петра на русском, у Мазепа на украинском, а вставки у поляков на польском». Это уже долго на Джойсе было сделано. Но русской публике он очень малоизвестен, несмотря на всю свою гениальность, потому что одна книга подверглась сражению публичному на Сенатской площади, одна там была подвергнута цензуре. В общем, все признаки гения литературного у него налицо. Но русский читатель его в основном в своем, ну, не знаю, в учебнике он не включен, как ни странно. Украинцы в Москве, у них у многих в библиотеках стоит мордовцев. И вот если вы будете продолжать в таком же духе, то вас московские украинцы не забудут. Не забудут. И обязательно вы будете, вот собрание сочинений всех московских украинцев, стоять на самом видном, на самой лучшей почетной полке. Также вот украинцы, я был на конференциях, там пару раз или несколько в Киеве, которые еще вот тоже бурага проводят. Да, да. Да, научно. С огромным количеством участников. Это я слушал просто поразительные доклады украинских исследователей Гоголя, которые все говорили, что это украинские писатели. Они даже не высказывали никакого собдения по этому поводу. Также они говорили и про Мордовцева, что он украинский писатель. Он, правда, в одном только романе на украинском написал. И покойный профессор Резник, Раиса Зайна, она, значит, в Сарбоне училась, но она знала много языков, в том числе украинский знала литературный язык. И когда я ей сказал, что Мордовцев писал на литературном языке, она сказала, нет, это суржик какой-нибудь, не может такого быть. А я ей принес книгу, она открыла книгу и с полчаса читала с увлечением, потом сказала, это чисто литературный язык. Да, хорошо бы увидеть. В качестве учебника можно украинского языка для современных политических деятелей в Украине можно просто рекомендовать, потому что есть источник. Вообще мне весьма симпатично, то, что вы рассказываете о том, что вы вообще не чувствуете, как под ногами страны, вы как бы еще не отделились от нас. Нет, не совсем тот. Все-таки нет, конечно. Но я же говорю, что Киев – это особое место. Но он всегда был особым местом. То есть он, я не думаю, что он… Вы его с Украиной не обвиняете, это просто нужно… Не с Советским Союзом, не с Россией, не с Украиной. Он просто вот… Ну, это же как Москву не ассоциирует уже, население нашей державы, не ассоциирует с Россией. Ну, конечно, кто сейчас… Это особое что-то… Да, но у нас с ненавистью говорят про Москву, которая сожжала все. Богатая Москва. Да, еще хочет многое съесть. Богатая, да, и наглая, еще какая-то там… Мне даже один человек, искусствовед из Челябинска, сказал… Просвещенный человек, который занимается высоким искусством, он сказал, «Москва бьет с носка». Я говорю, что такое? Ну, подлый город, он сказал. Вот, но это так, это глазами провинциала город выглядит таким. Хотя это на самом деле не совсем соответствует действительности. И в городе еще много интересного, и я думаю, это никогда не кончится. Но вот отделяют так же, вот как вы, Киев отделяется. Это многие разделяют вашу точку зрения? Ну, я думаю, что Бурага, по крайней мере, тоже ощущает, что Киев – это нечто культурное, особо культурное, и совмещающее в себе множество культур. А не так-то. То есть мегаполис? Не узко, что ли, представляющее какую-то державу, да, вот по-своему. То есть вы хотите сказать мегаполис, на уровне крупных мегаполисов мира? Мегаполис, но мы воспринимаем его не с точки зрения, что ли, какой-то функциональности, а вот как кладезь культуры, может быть так, что ли, какое-то вечное, я уже не знаю, Иерусалим такой, что ли, способен. Ну, это да, это мегаломания в Киеве, она вообще известное место в сознании занимает. Лучше ничего не скажешь. А я-то подумал, что вы про мегаполис, а вы совсем о другом. Нет, конечно, нет. Москву-то воспринимают себя как мегаполис сейчас. Это просто город, в котором нет национальности, хотя националистов достаточно много, но в этом городе не присутствует никакого, скажем, доминирующего этнического элемента. Здесь присутствует некое сознание этого города, хорошо ли это или плохо, это уже другой вопрос. Но есть некое витающее в воздухе объединение людей, которое, конечно, к остальной России имеет малое отношение. Да, я хочу вас попросить, если можно, конечно. У нас есть время, и вы можете сколько хотите стихов прочесть. Просто хочу вас попросить почитать стихи. Хорошо, да, конечно. Спасибо. Под вишен належишь, зрачками ягод встречен, по уши вдавлен в тишь, и вывернуться нечем. Так с телом разобщен, колеблешься под кроной, под множеством имен, известен тучи сонной. Вишневый вкусный глаз переглядит любого, вишнева птице всласть, и надо птицелова. Пальцы свело узнаванием, объект объективу знаком, вместе когда-то бывало играли при солнечном свете, заподлицо пригвожденные, втиснутые под углом. Мы уже больше не те, а они, как и прежде, не эти, вьющимся и вытекающим время окаменеть. Память заправская сводня отыщет в любом закоулке. Пей, проявитель, дружок, и в твоем негативе на треть высунет в голову счастье под линзой волшебной шкатулки. Вот, кстати, еще к Киеву, еще восприятие Днепра, на самом деле, потому что огромная река, и я совсем недавно, меня приучили купаться в нем, как многие считают, что он грязный, я стала купаться в Днепре по многу. И нужно знать места, где не приходится бороться с течением, потому что если, где купаешься, ты просто плывешь на одном месте, там очень сильное течение. Я купался в Днепре, но когда киевляне время от времени делают такое заявление, что Днепр огромная река, а я вырос на Волге, где в районе Саратова река 14 километров в настоящее время, там Днепр не кажется, он мне кажется очень маленькой речкой. Уж я там не говорю про сибирские реки. Да, но в отношении Москвы, допустим, да? Все-таки Москва-река, она не такая... Вы были на речном вокзале, вы посмотрите, сколько там воды. Просто невообразимое количество в Москве, вокруг Москвы, воды немерено. Немерено, да? Ну вот почему-то она, вот как-то я... Вы посмотрите на эту гладь, и там ей нет конца, и что-то на горизонте виднеется. Очень много воды в Москве, но это все водохранилище, конечно. Ну да, это же сообщение. Волга. Но все-таки... Это Волга, да. Волжские воды. Ну продолжим. Да. Крючок в губе, распухший, но живой, за ней пока еще живое тело. Ты сам поймался, это выбор твой, все прежнее ты делал неумело, а это сверхудачно, на ура, душа в губе справляет новоселье. Так поперек к течению Днепра нас плыло много, а иные пели. На спиннинг с пешеходного моста вперед просчитан на четыре хода, и это называется свобода, блестеть на солнце сталькой изо рта. Это вы оборудовала эволюция, что ли? Да нет, на самом деле. Такое острое политическое заявление. Ну вот, может быть, из недавних. Дитя переулка, дитя тупика, волшебно заправлено в губы строка, как пленка фотоаппарата, снимает, снимается, снято, покровы срываются, губы дрожат, какой-то рубеж окончательно взят, вновь отдан, захвачен повторно. Амор — это все-таки норма, ранимая норма. От сотен стрижей заросший овраг закипает живей, отравлен парами заката, алхимик глядит виновата. От силы враждебной защита холмы и улицы, если доверимся мы, а после их придется раскрыться ранимее, чем роза и птица. Ну, собственно, вот на Рейтерской там есть у нас такой дворик, и в нем живут вороны. Сейчас их хуже четверо. Вороны или вороны? Вороны, лесные вороны, вот такие, как в Кае-Герде, в вольере специально живут. Очень редкие птицы. Их стало четыре, но у меня еще в стихотведении их три, то есть это написала, пока их не было четверо. На Рейтерской девять три ворона, три, их взгляд дам трелистникам воздух протри, как стеклышки урби-эт-орби несметные жизни протерли. Пусть даже телом совсем одинок, в душе наступает положенный срок, и то, что в ней может родиться, свободнее, чем черная птица. О, влажный, велительный, горький изгиб, в который вписаться все силы могли б, но только одной пофартило, и это последняя сила. Она в темноте прорывает ходы, подальше от зависти и от беды. То тратит себя от избытка, то прячет себя, как улитка. На Рейтерской девять к чему белизна? Все губы вернулись, чтобы выпить вина. Все пальцы коснулись того, что открыла пернатая почта. Так, давайте что-нибудь... Вот то, что вы говорили, Велимир Хлебников, эпиграф, у него, конечно же, Русь, ты вся поцелуй на морозе, ну, а я, конечно, сузила. Ну, я бы не сказал, что вы сузили. Вы как-то это сделали более плотским. Потому что Киев, он для меня более осязаем, чем Русь, в целом, вероятно. Ну, вероятно. Киев, ты весь поцелуй на морозе в засос, эти стигматы любовников, этот февраль, альбинос, можно увидеть и в лупу, и через бинокль, чтобы издать, наконец, торжествующий вопль. Вопль неприличный, насколько хватает нутра, вся эта оптика пройдена нами. Ура! Розовым глазком и беленькой шерстке зимы, пусть присягают другие, но только не мы. Кавель, где брат твой сиамский, чью жертву охотно берут? А гасферический опыт ртутно катается тут. Город мне был, а не голос, и тот изнутри головы белые медузы. Смотрите скорее, волхвы, калий да микро, и телескопическим вдрызг был мне, и тем остается. Скорее делись от искажающей линзы твой спутник дорос, да поцелуя на крепком морозе засос. Интересно очень стихотворенно. Во многом даже симптоматичны. Вообще оно редкое для вас, потому что вы избегаете таких прямых культурных ассоциаций и больше обращаетесь к внутреннему миру человека. И вот в этом стихотворении, которое, ну без всяких оговорок, оно врисовано в культурный контекст. И мне кажется, что именно вот это направление мысли, оно, ну что ли, является ну одной из важных доминантов современного творчества. Ну вы ясно это выразили. Да, ну объемное такое получилось. Ну вернули, вернули то, что должны высшим силам. Наверное, да. Оно, кстати, тебе нравится, садь Дмитрию Выкову это стихотворение. Да. В детстве воздух морозом пах, и душа говорила, ах, приблудившись к нему и в нем, заполняя любой объем. В детстве почерк еще таки круглый, и душа раздвигала угли ненаписанных дневников, говорящих чужих зрачков. В душевой поспешил раздеться, проскользнуло по телу детства, и ушло в водосток меж ног, а протиснуться вслед не мог. Такое грустное, да? Как Пушкин сказал, между ливей и русской строится. Да. Тоже тема. Я твой собеседник, вговоренный в темень и топь случайных рассказов консьержек и полишинелей, но все мы на празднике этом слегка опьянели, и целим предчувствием детским не в спину, а в лоб. Ты неразговорчив, а я говорили по делам, душа моей чуткой и чуткости тнюдь нещадящей, но яблоки праздника этого кажутся слаще, и боком выходит мне Ева, не только ребром, зачитан поэт потрясением листвой, мостовой, до черной дыры, притворившейся осенью поздней. Ты, мой собеседник, становишься все високосней, и я начинаю ручаться твоей головой. Ты не стал то есть с тем, что определенная часть публики, которые читают, утверждают, что у вас сложные стихи. Ну да, конечно. Прямо так и говорят в лицо, да? Сложные. Ну да, филологические, опять же, напомню. Но на самом деле они не такие сложные, как у Ивана Жданова. Ну у него просто другой тип, что ли, какой-то. у него просто плотность больше. Ну как бы это была определенная реакция. Это не только Ивану свойственно, но целому ряду поэтов во второй половине XX века и до конца его что ли, это была такая форма противления. Ну вот у Парчикова назвать. В один голос, как видите. И кстати, я вижу тут у вас переклички с Парчиковым. Вы с ним знакомы лично? Да, мы только раз виделись, он приезжал на один из фестивалей вот этих вот киевских лавров. Да. И мы там встретились. А вот с Рафаэлем Левчином тоже знакомы, да. Он же из Киева. Но это вот все очень плотный такой ряд. Выражение этих поэтов, оно носит очень такой мощный сугестивный характер. Оно почти не апеллирует к такой формальной логике. Да. Да. Ну, можно так сказать. Это тоже так же можно понимать. И если есть чем понимать, то это не сложнее, скажем, чем то, что писали те же братья Жемчужников. По сути, одно и то же. Все равно это живое выражение вот этого поэтического мира, которым вот одержимы некоторые люди, не могущие в себе этого преодолеть никакими финансовыми материальными соображениями. Ну да. Но у вас это не так плотно. То есть вы, в принципе, используете эту же образность. Вот я почему говорю про романтиков второго поколения, а это как бы модернисты второго поколения уже, потому что постмодернизм мне не нравится, оно к этому неприменимо. Постмодернизм у нас называют просто плохие стихи. Да? Ну да, но это нерихнованные стихи, в которых не присутствует культура автора, и вот это называют постмодернизмом. Почему-то у нас. На Западе это не так. Ну да, просто непереваренное вот это культурное наследие. Ну да, это тоже какая-то форма противления. Как было их две вот одно направление представляли так называемые концептуалисты, это вот Рубинштейн, Пригов там и другие, Кабаков, на самом деле основоположником является более человек-содержательный пивоваров, но туда же можно отнести целую плеяду поэтов, которые свое противление видели просто в девальвации окружающего мира и в некой экспрессии чудовищного упрощения, которая обращается уже к неандертальцам. И вот это вот основной читатель Приговы это неандертальц, конечно. Почему? Ну просто на любителя, что называется. Нет, это дело не на любительстве, а дело в том, что там не присутствует никакого, хотя он культурный человек сам по себе был, но там не присутствует никакого культурного опознава, который культурный человек мог бы для себя считать значимым. Что касается вот другого противления, эти две группы между собой никак не были связаны. А вот другое культурное противление, которое представлено уже названными поэтами еще и другими, их тоже немало, как бы они там, в какие бы они группы не объединялись, как бы это не квалифицировалось, все-таки оно связано в значительной мере с традиционной культурой. И как бы не пытались это выдать за постмодернизм или еще, что это все-таки отношение культурного человека к современному миру в расчете на некий тезаврус, на образование, и на умение сочинять стихи классические, что вы демонстрируете блестящее. Вот у вас практически нигде, ни в одном стихотворении я этого нигде не мог заметить, у вас нету никаких шероховатостей, которые связаны с неумением владеть словом в правильно организованном регулярном стихе. Вот есть люди, которых таких много в советское время, они много писали, рифмовали всячески, это стихи, там поэзии нет никакой, они часто рифмовали хорошо, но это настолько банально содержание, что оно тоже, и вот как бы те, кто становились Приговым и же с ними, значит, они от этого пытались оттолкнуться вообще кардинально, что у нас ничего с этими, которые там сочиняют про всякие тракторы, комбайны, советскую власть, Ленина, вот есть один поэт, я был одним из секретарей провинциального союза писателей, он вообще не написал ни одного стихотворения, которое не было про Ленина. Как это так? Это просто влюбленность, что ли, какая-то? Он все писал про Ленина, и у него еще были другое направление, значит, где он писал только от лица 16-летней девушки. Уже даже 70 лет. Замечательно. Но это все было безумно просто банально, и это можно было читать только, вот я собирал гостей, мы садились, читали этого поэта, и был гомерический хохот, потому что буквально по каждому стихотворению, это было очень веселое творчество, ну как Корея сегодня был журнал, который там в очереди стояли, чтобы купить, и потом наслаждая, в обществе читать, и просто падать со смехом. Другое направление это было те, кто не стеснялись показать свое родство с классическими образцами, и самыми высшими образцами. Вот здесь была самая высокая претензия, то направление это претензия социальная, а еще была претензия со стороны искусства. И вот это породило совершенно непонятное для нашего широкого читателя творчество. И вот вы являетесь уже следующей волной как бы этого же направления, только избегающей противопоставления себя чему-то. То есть, ну вот как я понимаю, у вас уже того мира, которому нужно себя, у вас не содержится. Вы больше обращены к классике в прямом смысле высокой речи поэтической. То есть вот этого нагнетания, мощного нагнетания непривычной совершенно образности, которую мы встречаем например у Парчикова, хотя они содержательные его стихи, по большей части, там до новогодних строчек, это все безумно талантливо и содержательно. Ну и сейчас, конечно, это там осложнено уже какими-то европейскими вещами, но вот у вас ну как бы можно сказать так, что вот есть русская литература, вот есть Наталья Бельченко и вот есть русский классический парень. Ну что ж, Вам нравится такая оценка? Спасибо. Это очень высокая оценка, ей-богу, я даже не уверена, что я ей вполне соответствую, но все-таки скромность украшают авторы. Ну давайте еще продолжим наслаждаться, конечно, вашим творчеством. Хорошо. Мы Невский проходили целиком, у набережной не остановиться, когда Нева всего одним глотком к присяге пригибает очевидца, дуга, искрит, гранит, чугун, трамвай, Васильевский, расстральное терпение, колонны. Проходи, не забывай, приезжий, раньше видел, но теперь не увидишь, как расплох дворы скользят, внутрь коммуналок если зазеваться, и самый зимний в мире летний сад в снегу и сказке на четыре пальца. Голые руки и голые губы, только глаза и голей этих когда-то пойдущих на убыль жизни живых якорей, брошенных в теплую воду июня на глубины, поднятых в туне, опущенных в туне и от вины до вины. Не прячься, ведь некуда деться, ты весь наяву на виду, и город устами младенца докажет твою правоту, пока мест беспечный Вергилий, желание его внутренних, ты все же им равен по силе, его оба глядишь за двоих, а если проходишь дворами, предчувствуя спазмы утрат, сигналят подъезды дверями, деревья над садной скрипят, и вот уже в догадках теряясь, с другим примеряешь родство, запретный мучительный август, и санты запретней всего. Ода Сургучу, как хочется вбежать, ныряя с головой в расплавленный Сургуч, любой районной почты, коричневая прядь, горячий запах твой посылочный послать, чтобы защитить от порчи, свобода не порог того, кто одинок, но если бы всякий раз вернуться без утраты, как прежде глядя в тот единственный глазок, где будет ждать семья и все невиноваты, вот схвачена пенька коричневым шлепком, послание теперь в подсобке нет неминучий, и больше нет никого, кто был бы так знаком с крошащимся глотком и верностью Сургучий. Человек человеку, как рыбий язык, и мучительно слово его, только верь, если он говорит, что привык заговаривать то, что мертво, и торчать посреди, словно башенный кран, перекрикивать к крови неоткрывшихся ран, чтобы гласных нектар и согласных вельвет пропитали друг друга, пока он кроет в темноте изнуряющий свет языка ТЧК языка. Убежать или освободиться. Даже двигаясь по кольцевой ты сумеешь язык, что синица, но с руки он берет не с любой. Из отчаяния детского выпав, словно выросший из рукавов, сгоряча принимаешься выбор то, в чем немощен и бестолков. Пахнет в городе первой травою, прорастающей сквозь перегной, бывшей чьей-то рукой, головою, да и в общем-то жизнью иной. Тут синицей своей гонимой, если болью на время притих, видишь, мимо проносится мимо на своих безязыких двоих, терпких свечек безлюдия живое предпочесть бы всему в самый раз, но запахло вторую травою и выходишь опять не молясь, а второй перезрелые плети да бесстыжей росы раздышав, различаешь какую-то третью и последнюю может из трав, с ней осенней сидеть быстрее, кто горит до конца фитиля живет ничего не умея кроме города и горькое я. Вот я именно это имел ввиду стихотворение, здесь настолько мелодика Высоцкого, вот его речи, да, и я даже удивлен, что еще вас не заметили любители авторской песни, потому что вот эта вот вещь, это может быть очень такой хит такой сезона, да, ну конечно это очень сильный для песни текст, который редко удается. Во всяком случае песен особо не писали на мои стихи, они еще не догадались, сложные вот, конечно не на все можно, а вот это явно присутствующая вещь, но совершенно подходящая для того, чтобы это спеть. Или вот допустим стихотворение, где собственно вот это словосочтание ответные губы, но оказалось, что вырванное из контекста оно очень даже рискованно звучит, то есть если вот на бложке книжки, ну конечно да, я очень удивился увидев это в заголовке книги, кто это придумал, вырвать это я придумала, но с другой стороны, можно здесь конечно списать на жажду коммуникации, отчасть ответ, на поиск ответа, да, я подумал, что это просто такое, что ли, шокирующее заявление со страдой поэта с целью привлечь себе внимание, но в стихотворении это не так звучит, да, вот это пожалуй тот случай, когда я столкнулась с таким что ли, да, никто принимающий форму стиха слетает с тебя шелуха и меха и нежить сигает за спину тебе куда легче остаться вдвоем с насильником нежели с просто стихом как елки шагнуть в крестовину дочерние мысли сыновняя страсть плоды осыпаются некуда класть так что же к тебе прохудилось ты выйдешь из тени с грехом пополам и губы прижмутся к ответным губам и снова ты будешь на вырост то есть вот как редуцируется у вас как ни удивительно то что это на обложке у вас вообще много есть эротических стихов да и это вообще как бы у вас это хорошо потому что в большинстве стихов которые сочиняют женщины сейчас это настолько грубо и примитивно и эксплицировано что это не вызывает интереса вот у вас как раз эротизм такой он носит интеллектуальный характер это интересно мне чем-то это напоминает вообще традиции женского эротизма в стихах вот мужские есть очень откровенные ну наверное вы знаете про все это но большинство мужчин поэтов практически неэротичны ну я вот затрудняюсь найти кого-то из таких поэтов но вот кроме Пушкина и то профессор Майков считал что это Лев сочинял Александр Сергеевич Лев Сергеевич который тоже сочинял стихи они были как близнецы похожи у них был одинаковый почерк но Пушкин был все время в ссылке а Лев он такой жуир был петербургский он везде ходил его читал стихи о чем ему с раздражением Александр Сергеевич писал что он подрывает ему кредит таким образом он же деньги зарабатывал публикациями вот и жил скудно можно сказать а вот тот писал значит он он очень он был такой ухажер значит вот он безуспешно очень долго ухаживал за Ган это первая была писательница русская которая была кстати матерью Главатской так вот он долго ухаживал безуспешно за Ган она ему так и отказала все-таки обладая довольно развитым умом по рождению и по воспитанию но он такие похабные стихи в ее адрес без конца сочинял именно из-за того что не получал никакого удовлетворения вот но это все контекстуально это все такие вот как бы эпиграммы или эпатирующие какие-то но вот женщины которые сейчас пишут во многом это нецензурной лексикой нагружено и тому прочее но вы знаете они там нету вот этой культуры какой-то ну например иронии или же чего-то что ставит человека выше животных инстинктов и получается прямое выражение вот самой сущности как бы женского организма по большей части я одно время занимался литературами малых народов например финнов ну они сравнительно скажем с русским народом это небольшой народ но у них много писательниц женщин в Европе вообще развивается но там вот скажем они свою близость к вещам природного характера мыслительным вещам они выражают в их герои точнее выражают в том что в домах содержится много животных они находятся вот они не так урбанисты как вот у них какое-то такое аграрное мышление они эксплицируют выражают непосредственно не стесняются нисколько и это носит тоже характер высокой культуры в отличие от того что сейчас у нас сочиняют женщину в стихах вы приятное исключение ваш эротизм он носит культурный характер и он и вот у меня единственное сравнение женщины поэта которая так делает это Хо Суан Хонг может быть вы знаете это классическая вьетнамская поэтесса которая ничего подобного в современной вьетнамской поэзии нет дело в том что там язык такая пентатоника то есть вот она пишет стихотворение которое скажем в котором восхваляет буддистский храм но если это с другим тональным рисунком прочитать каждое из этих слов то получается что это нецензурная брань по поводу монахов которые не верят в Бога и являются служками в этом храме одновременно и у нее очень много есть стихотворений но это невозможно перевести на русский язык но все-таки как-то анаграммами или как-то переводится или описательно у нее много стихотворений в которых вот она выражает такой интеллектуальный эротизм что ли она жила противоречиво со средневековым обществом вьетнамским не придерживаясь канонов но она по-моему раза три была замужем и она сумела этому предать вот сумела своему восприятию эроса вообще предать высокий культурный характер в то время сейчас этого ничего нет у них конечно и вот мне чем-то вы напоминаете вот такие тексты у вас они чем-то напоминают эту поэтессу которую вы не читали ну может быть вы когда-нибудь ее прочтете она переводилась на русский переводилась в советское время мы очень любили вьетнамцев многое перевели тогда же много потоком шло все переводы в союзах писателей лежало огромное количество подстрочников но это по-моему кто-то переводил из любви потому что это только можно из большой любви перевести сложно очень поэзии вот у вас под рукой нет такого эротически нагруженного текста эротически ну вот кстати да вспомнился там тоже есть слово сердце причем самое первое слово сердце сердце заводится с полоборота в горле в городе влажное что-то спелая бренность опасный проем все что к бессмертию тянется ртом выгнется улица даль подминая вымется следом за нею другая тужится в коконе дом шелкопрят в ряд фонари напряженно горят каждый идущий каждый стоящий свежепеченного яблока слаще площадь похожа на чайный сервиз пар поднимается вверх присмотрись как хорошо что мы можем напиться чаю желтеющего как синица в чашке расписанной наискосок в жизни пригревшийся там где пупко где пупок где же пупка прорезная зашит так кесаря шрам или аппендицита скверик шевченко мохнатый ботсад вытащи руку за нами следят можно не думать о городе этом можно считать одновременным бредом все что случается с ним и в нем он не предаст а мы не умрем очень красивый очень хорошее правда вот к сожалению сейчас мало кто умеет писать такие стихи они с одной стороны откровенные с другой стороны очень красивые и культурные спасибо большое не хотите ли вы что-то сказать прямо обращаясь зрителям наше время подходит к концу может что-то сказать ну что ж всего самого лучшего спасибо спасибо большое сегодня букинг подходит к сожалению к концу те кто нас слушали приглашаем вас и дальше участвовать в нашей деятельности в качестве слушателей да и присылайте нам свои отзывы и можете с нами беседовать в чате сегодня в гостях у букинга была Наталья Бельченко поэт из Киева вел программу Юрий Прускуряков до новых встреч до свидания до свидания до свидания